Как живут жители полуострова после исторического решения 16 марта 2014 года? Увидеть реальность своими глазами и узнать ответы на все волнующие вопросы от участников Крымской весны. Именно за этим в республику прибыла очередная делегация индийских журналистов. Акул Пера из Южной Азии встречал лично вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. Что интересовало гостей, смотрите далее. Делегацию журналистов из Индии встречают без официоза, по-братски. Вместо хлеба и соли – памятные и полезные сувениры. Календарь с пейзажами полуострова, блокнот и книга, посвященная событиям в бывшем концлагере на территории совхоза «Красный». Если уж журналисты пожаловали за правдой, то и про историю забывать не стоит, уверен вице-премьер республики Дмитрий Полонский. Он рассказал представителям индийской прессы о всекрымском референдуме, достижениях за год в составе России и перспективах свободной экономической зоны. То, что они ездят и смотрят, это, конечно же, полностью ломает те стереотипы, которые пытаются сформировать в западных средствах массовой информации. Люди, которые приезжают к нам в Крым, они видят, что Крым меняется, что жизнь в Крыму становится лучше. И это для нас самая главная ценность и самое большое наше достижение, что сами люди видят, что мы не стоим на месте и мы развиваемся. И нам очень важно, чтобы средства массовой информации, будут ли они индийскими или они будут из другой любой страны, чтобы они доносили жителям тех стран, откуда они приезжают, правду. Акул Пирай интересовало все – от событий Крымской весны до планов правительства на ближайшие пять лет. Но особое внимание журналистов к празднованию 70-летия Победы. Трагическую страницу истории нашей страны они чтят как свою собственную. Знак Победы. И даже в Индии я ношу, у меня есть связи с культурным центром России. И я хожу туда, тоже у меня есть, значит, я часто пишу на отношениях Индии и России. И поэтому я знаю это, что эта георгиевская лента много значит не только для русского человека, а знающего русского языка. Такие визиты станут доброй традицией, уверен вице-премьер республики. В гости ждут не только представителей СМИ, но и инвесторов. Крымское правительство готово сотрудничать с зарубежными бизнесменами в любой из сфер экономики. В том числе ждут предпринимателей из Индии. Там преуспевают в сельском хозяйстве, фармацевтике и IT-технологиях. Поэтому такое сотрудничество для полуострова лишним точно не будет. Екатерина Сабинина, Денис Тищенко, Время новостей.